Субтитры делал DimaTorzok У нас было два чемодана самодельной водки, но в полицию очень удивились Грустная картина, конечно, полнейшее вообще запустение Но я боюсь, что здесь могут поселиться какие-нибудь мамкины барды И тогда все, пиши пропало Привет, ребята! Мы в двери и объясню, почему это важно Все эти истерии насчет ковидов и прочего потихоньку сходят на нет И мы отправляемся в новое большое путешествие И дорога сегодня начинается именно здесь, от Тверского вокзала Мы проедем через 11 городов От Твери и до Кирова С кучей остановок будет безумно интересно Безумно много всего А пока что пойдем посмотрим на этот старинный русский город Ведь основан он был в 1135 году, между прочим Очень и очень давно Ну и, конечно же, любой город начинается с вокзала Вокзал абсолютно новостроен Был построен в 1991 году Такой вот он Модернистский достаточно Кстати, за ним располагается старое здание вокзала Поскольку здесь пролегает Николаевская железная дорога Одна из первых в России И Тверь в то время была станцией первого класса Если вы смотрели мой любанский выпуск Там вот примерно такая же станция Поскольку они были на Николаевской железной дороге типовыми Есть вот идея, мол, этот вокзал к черту И реконструировать хорошенько старый Но он на самом деле маленький И я думаю, для нуж такого большого города Просто не подойдет Здесь огромная маятниковая миграция Я здесь бывало стоял на перроне в диких толкучках Чтобы уехать в сторону Москвы Сразу около вокзала стоит вот такой вот чересный собор Александра Невского Но уж не знаю, поэтому ли он назван собором Александра Невского Но когда-то эти земли Еще до образования Тверского княжества Были уделом как раз-таки этого персонажа Смотрите, смотрите Я иду по трамвайным путям И никто не боится парковать на трамвайных путях автомобили А все потому, что никакого трамвая здесь уже не ходит Что, конечно, печально Поскольку Тверь это один из первых городов России Где открылось трамвайное движение И было это, по-моему, аж в 1901 году Представьте себе Ну, в истории Твери много всякого было Здесь были и периоды рассвета, и периоды упадка Ну, например, когда-то Иван Грозный город разорил и сжег Когда-то город практически полностью выгорел И был перестроен заново по регулярному генплану Во времена Екатерины многие города так застраивались Были периоды рассвета Естественно, они связаны с тем, что Здесь находится исток Волги Здесь проходит Вышневолодская водная система Здесь проходит дорога Москва-Питер Та самая Николаевская железная дорога И, естественно, Тверь имела первостепенное Одно из первостепенных значений на этой самой железной дороге Сейчас в Твери проживает чуть больше 400 тысяч граждан Но если брать в расчет агломерацию, то 700, наверное, тысяч с чем-то В Твери я уже бывал неоднократно Поэтому многое мне здесь знакомо Пойдем сейчас в сторону Волги Чтобы осмотреть то место, откуда, собственно, и пошла Тверь Какая-то странная тут пешеходная инфраструктура С одной стороны Трельсы, ухабы, лужи Может быть, здесь есть дорога для людей Но ее здесь тоже нет Кстати, памятник Кириллу и Мефодию, между прочим Такое себе Прогуливаясь по Твери, вы увидите Вот такие вот надписи на указателях иногда Площадь Капошвара Это было первым, что меня здесь удивило И мне захотелось узнать, что за Капошвар-то такой А все очень просто Вот она, площадь, когда-то называвшаяся Круглая А нынче называется площадь Капошвара В честь венгерского города-побратима Вери А вот и парк подъехал Парк Победы Стелла Аттракционы Тир Патриот Ну и вот такая вот аллея, которая, видимо, подсвечивается в темное время суток Пройдемся Посмотрим Бассейн надувной Ё-моё Ну и поскольку мы очень любим интерактивчик с нашими зрителями Вот кто-нибудь объясните мне, что это? Что это за конструкция? Какую функцию она должна выполнять? Сколько радости она должна нести окружающим? Это похоже на какой-то очень суровый ринг Может быть здесь какие-нибудь бои устраивают? Имеется, знаете ли, фонтанчик И даже с утчиками Но правда почему-то он Не функционирует Ну и собственно Пантеон Памяти Всем понятно чего В свое время часть Тверской области была оккупирована фашистскими захватчиками И вот Память об этом здесь Сильна Если говорить про Тверскую область То конечно же Первое, что наверное вспоминается Это недавно открыт Иржевский мемориал Там, где проходили Кровопролитные бои Это да Это здесь Относительно Относительно Неподалеку И вечный огонь почему-то не горит Очень странно Социальная реклама Вот она карта Собственно боев Этих самых Вот он Ржев Он здесь Прямо отдельно отмечен Вот он Калинин Ну и собственно Недалеко Москва Парк прилегает вот к такой вот Водной артерии Указана на карте Она как речка Лазурь Но почему-то здесь она заканчивается И поэтому Либо она уведена куда-то под землю Либо Это все Какая-то искусственная насыпь Поскольку дальше мы Направляясь Пойдем как раз таки К историческому центру Твери Ага А здесь водная история продолжается Ну каким-то странным образом Еще одна заводь Вот так вот живут люди В комфортабельном Новопостроенном доме А у них во дворе болото Странно Ну и вот Сразу же За Лазурью Начинается Вот такая вот уже Застройка Многим Постарше Смолет там стоит На постаменте Е-мое Я вот смотрю Вокруг И понимаю Что тут С архитектурой Современный Какой-то полный швах Дома просто хаотично Понатыканы Без какой-то идеи И это мне все напоминает Немного Сочи Там вот тоже В центральном Сочи Такая же Мысль Смотрите вот у меня за спиной Иллюстрация Иллюстрация к тому Что вот так паркуются Только мудаки Нормальные люди Не будут так парковаться Поэтому Покуда вот оно так будет Никакого порядка не будет И будут вот такие вот Ужасные заборы везде Парковки стихийные Тут была какая-то попытка В Такой исторический брендинг Старинная Тверь Историческое название Улица Скорбящинская Это вот В чей церкви Которая здесь стоит Но Что-то не так пошло С брендингом Ну и единственное Отреставрированное Здание на Все улицы Это конечно Здание Сберыча Ну это во многих городах Такая история случается О Хорошая Туристическая Информация Превосходит Ходна Ну вот Эти дешманские штуки Действительно Ну Либо снимите Ребят Либо Поменяйте Ну это же Копеечная история Так вот ты какая Юность А это кстати памятник Поэтам Шестидесятников Суть по всему Так говорил Андрей Дементьев Это кстати Дом поэзии Андрея Дементьева Между прочим А вот это Конечно Провал Вот Руки бы Оторвать Тем Кто Это вот Разрешил Александр Оживленных Магистралей Того времени Поэтому Останавливаться Здесь Был приятно Здесь как раз Такая вот Старая Дверская Застройка И Вполне Могу себе Представить Александра Сергеевича Или Федора Михайловича Достоевского Который тоже Здесь останавливался Прогуливающимся По Этим Улицам Рядом Москва Смотрите Какое Прекрасное Название Святого Благоверного Князя Михаила Тверского Это Не зря В честь Него Ведь Названо Он Причислил У нас Со своей Супругой Клику Святых Поскольку В свое Время Когда Над страной Нависла Монгольская Ига Он Поехал В Орду Узная Что его Там Умерщвят Ради Того Чтобы Так скажем Принести себя В символическую Жертву И Защитить Земли От Возможного Разорения Это правда Не очень Помогло Но Поступок Достойный У памятника Михаилу Тверскому Хочется остановиться Отдельно Смотрите Вот у меня За спиной Как раз таки Площадь И Три улицы Это все связано С тем Что в 1763 Году Здесь произошел Опустошительный Пожар Выгорели Все присутственные Здания 800 домов Город был Практически Уничтожен И Екатерина Считая Что Этот город Древний Была на женщине Суеверной Несколько И решила Что Один из первых Русских городов Негоже оставлять Выделила 200 тысяч Рублей Это Фантастические Деньги Абсолютно Фантастические И город был Вновь застроен По регулярному Плану Так вот С этой площади Начинается Так называемый Версальский Трезубец Соответственно Площадь И три больших Улицы Сейчас Это Улица Советская Бывшая Московская И две Боковых Это Улица Вольного Новгорода Бывшая Косая Новгородская И Улица Новоторжская По-моему Бывшая Косая Новоторжская Такие вот дела Такой же Версальский Версальский Трезубец Вы можете Увидеть К примеру В Петербурге Он идет Как раз таки От здания Адмиралтейства Еще немного Говоря об архитектуре Известный факт Что В Тверской области Трудились Архитекторы Известные Росси И Растрелли И даже Говорят Что Какие-то здания Были им построены Но Доказательств Этому Никаких Здорово-то Здорово-то Как Я поздравляю Жителей Твери С этим Вот этим Страшно жить А вот и она Красавица Волга Здесь еще совсем Маленькая Крайне живописно Там Вдали Впадает Река Тверца Там какие-то Яхты Люди Гребут На байдарочках И вот если Верхняя Часть набережной Обустроена То вниз Спускаться Совсем не хочется Тем более Там Ездят Автомобили Самолет Вот опять Летает Я видел Как он Маневр Но наверное На этом Хватит А самолетов Вы все И без меня Поняли Пройдемся По набережной И посмотрим На фасады Дело в том Что это Действительно Историческое Приисторическое Застройка Это Фактически Речной Фасад Города Выполнен Он В единой Стилистике Но если Приглядеться То можно заметить Что все это В весьма Обшарпанном Состоянии Пребывает Местами Посмотрим Может быть Дальше Будет лучше Но действительно Вот вы Глядите Вперед И кажется Что это Какие-то Торговые Ряды Гостиные Дворы А нет Самое Что ни на есть Обычные Дома Рубрика Вы этого не видите А оно есть На том берегу Красуется надпись Дверь Такими большими буквами Я вот что должен сказать Она зеленая Ее не видно Вот вспомните Надпись Россия Начинается Здесь На реке Великой И сравните Неудачно Набережная Пошла Посимпатичнее Там был Какой-то Раздолбанный Асфальт Тут уже Уложено Все Замощено И Можно даже И вниз Пуститься Не грех Но все равно Плохо Ту очередь Нужно Тоже Переложить Не так уж Это наверное И дорого Здесь вот Замечаю Арки в этих домах На набережной Разина Прям хочется Нырнуть И посмотреть А что ж там Глубже И во внутреннем дворе И церковь Внезапно Не ожидаешь Ее тут увидеть Ну да Здесь Сквозной проход Просто на другую Улицу получается Какая-то попытка В городское Благоустройство Вот так Средненько Она вышла Никого Это не привлекает Никто здесь Не сидит Еще здесь Грязновато Никто не убирает Но здесь Есть граффити С Цоем Это может быть Тоже важно Но я боюсь Что здесь Могут поселиться Какие-нибудь Мамкины барды И тогда Все Пиши пропало Кстати Тут вот На набережке Просто Коммунальная Катастрофа В общем Весь тротуар Здесь вот такой Очень странный Наверное Я выгляжу Чудно Потому что Я сейчас по нему иду А естественно Никто здесь не ходит Все ходят Вот там А этот чудной Желтый дом Перед нами Называют Домом Ворошиловских Стрелков Потому что Здесь Жили и живут Военные Ради того Чтобы его построить Ну и соответственно Чтобы построить Вот этот Новый мост Через Волгу Был снесен Целый исторический Район Именно поэтому Вот Там будет Одна застройка Вот вы перейдете К этому дому И здесь будет Совершенно другая история Кстати здесь тоже Такое Подубитое покрытие Красота какая Широкие проспекты Люблю я это дело А еще Вы можете увидеть Здесь огромное Количество Таких вот Синих автобусов Очевидно здесь Общественный транспорт Хорошо развит И реально Вот они Один за другим Один за другим Брендированные Относительно чистенькие То есть Тут Молодцы Вот этот дом Можно посмотреть Чуть ближе Со стороны Обращенной К Волге Но конечно Он не в лучшем состоянии Особенно Вот балконы И там даже Написано Что они аварийные Очевидно Поставлено Ограждение Удивляет то Что здесь Вот такие вот Несколько входов И они все Оформлены Как парадные Дверь Кстати Новая Но не очень Удачная Еще одно Примечательное здание Но на этот раз Уже Отреставрированное Молодцы Кинотеатр Звезда С такими вот Великолепными Ротондами Там же Ресторанчик Скульптуры Набережная Лодочки Вот здесь же Действительно Становится приятно Но в целом Можно сказать Что если Набережная Изначально В одном из своих Оконечностей Выглядит убитой То Здесь уже Все становится Гораздо более Приятно Я могу себе Представить Что это Является Местом Притяжения Для горожан Ха Это черт возьми Не просто памятник Это же Дядюшка Оскар А мы в городском Саду Добрались до него Он тоже стоит На набережной Здесь достаточно Приятно Но все эти Приблуды С аттракционами Фонтанчик Какие-то Мелкие Достопримечательности Как раз Находятся Рядом С ротондами Этими самыми Я не врал Вот он Город Капошвар Ну и очевидно Другие города Побратимы Вот он Парадный вход В городской парк Смотрите как Красиво Хорошо Ухожено Стоят вазоны С цветами На спуске К Волге Стоят Статуи Крест поклонный Подозреваю Что это Тоже Михаил Тверской Это он Нет Ну здорово Уже сделано Здорово Мне Очень даже нравится Ну а туи Это вообще Мои любимые деревья Поэтому Вдвойне Это все Радует Меня Ну статуи Конечно Такие Халявненькие Но Все равно Стилизация Имеет место Быть Вот только Что это За трубки Очень что-то Странное Но пусть Но пусть Будет Возможно Это часть Каких-то Фонтанов Которая К примеру Была сюда Перенесена Такое Бывает В русской Практике Вот например Мы сейчас Видели мост Через Волгу Так он Сделан Из частей Санкт-Петербургского Благовещенского Моста Между прочим Так что Бывает Делимся С Братьями Нашими Русскими Древними Перед нами Старый Мост Через Волгу И Если он Вам что-то Напоминает То Правильно Напоминает Он похож На Один из Самых Известных Наверное Мостов Европы Это Мост Свободы В Будапеште По легенде Этот Мост Тогда еще Наплавной Был По 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 Указу Петра Первого Поскольку Мол Пришел Сюда Здесь Женщины Торгуют Луком Спрашивает Почем Пучок Ему говорят Вот столько Но Дорого Дорого Оказалось Спрашивает А чему Так дорого А ему Отвечают Так лук На той стороне Волги Растят А здесь Продают Дорого Возить И Мол Решил Он Поэтому Здесь Сделать Мост Чтобы Удешевить Перевоз Товаров Но На самом деле Это все Конечно же Городская легенда Первый Понтонный Мост Был возведен Здесь Во время Похода На Нарву Для того Чтобы Переправлять Войска Все гораздо Прозаичнее Посмотрите Что у меня За спиной Тверской Императорский Путевой Дворец Построен Специально Для того Чтобы здесь Останавливались Монаршие Особы И Примечательен Он Не только Своей Архитектурой Но и Тем Что Стоит На месте Бывшего Тверского Кремля Который До наших дней Не сохранился Построен Он был Очень 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 Давно В качестве Укрепления Еще В домонгольские Времена И Неоднократно Страдал И от Монгольского Нашествия И от Польско-Литовского Времена Смуты И Польской Интервенции Пока В конце Концов В 18 В 19 Веке Полностью Не утратил Своё Фортификационное Значение Поскольку Границы Уже Российской Империи Были Категорически Дальше И Здесь Был Взведен Вот этот Прекрасный Дворец Очень Напоминает Северную Столицу Сейчас Кстати Здесь Располагается Тверская Картинная Галерея Очень Между прочим Неплохая Будете В Твери Обязательно Загляните Здесь Очень Хорошая Для Небольшого Областного Центра Собрание Картин Русских Художников Здесь Рядом С Путевым Дворцом Находится Вот такой Спасопреображенский Собор Если Посмотреть На него Можно Всерьез Подумать Что это Какой-то Достаточно Древний Храм Еще Может быть До Монгольской Руси Но Конечно Если бы Он был Чуть Наверное Поменьше Такие Храмы В великом Множестве Существуют На территории Земли Русской Но Нет Несмотря На то Что Храм На этом месте Существовал С 13 века Он постепенно Разрушался Пересобирался Строился Заново И Советская власть В свое время Последний Собор Уничтожила И вот На этом чудесном месте Был Сквер С памятником Сталин Позже Сюда пришли Немцы Устроили здесь Немецкое кладбище Но после Освобождения города Естественно Немецкое кладбище Было ликвидировано Установлен Памятник Калинину Но Здравый смысл Вновь восторжествовал И Сейчас Видимо Все подходит К тому Что Все это будет Восстановлено Сейчас здесь Как я понимаю Еще проходят Работы По Отделке Здания И Город получит Еще одну Прекрасную Достопримечательность Потихоньку Пересекаем Волгу Перебираемся За Волжскую часть Посмотрим Тамошнюю набережную Ну и Какие там Еще найдем Достопримечательности А пока что Любуйтесь Панорамным видом Вот мы Добрались до Другого берега Противоположная Набережная Набережная Афанасия Никитина Если вы не знаете Кто это Это между прочим Тот самый Купец Который добрался До Индии Первым Из русских Людей И об этом Написал Свою книгу Хождение За три моря Кстати Если вам интересно То пиво Афанасий Которое делается В Твери Огромным Холдингом Названо так Именно В честь Афанасия Никитина И кстати Блогеры Абсолютно Неистово Это пиво Рекомендуют Называют его Чуть ли не Лучшим Что они пили Мне кажется Что все это Подозрительно Проплачено Заводом И если Сотрудники Завода Меня слышат То Я могу тоже Сказать что-нибудь Хорошее О пиве Афанасии Если мне будет Достойная Такая простава А пока что Наблюдаем Малые Архитектурные Формы А вот и он Памятник Тому самому Афанасию Никитину Отважному Русскому Путешественнику И возможно Отчасти Это и Всем Путешественникам Памятник В том числе И мне Черт возьми Какой-никакой Я же тоже Путешественник Смотрите Какая тут Красотища Тоже правда Частично Отреставрированная Но хорошо Вот это все Подновить И будет Абсолютно Восхитительные Фасады На набережной Какой же Замечательный Дом Тенистые Аллеи Много Зелени И все Как-то Выглядит Непохабно Не ужасно Как бывает Частенько В русских Городах Я признаюсь В Твери Раньше Не замечал Все этой красоты Когда я здесь был А вот сейчас Прям смотрю И Многое радует Глаз Глядя на набережную Степана Разина С другого берега Как раз таки Можно увидеть Насколько Едино Выполнены Все здания Все их фасады Да Может быть Они Разных цветов Не знаю Каковы они были Раньше Явно Они неоднократно Перекрашивались Но тем не менее Да Действительно Единый ансамбль Создается Так что Засчитано Мы сейчас Находимся На одной Из пристаней Речных Собственно Здесь За деревьями Располагается Здание Речного вокзала Но постигла Его не самая Приятная участь Речное судоходство У нас Перестало быть Столь уж популярным Разве что Только для катания Туристов А не для того Чтобы перемещаться Из города в город И к сожалению Речной вокзал Пришел в запустение Со временем Ротонда Которая на нем Была обрушилась Сейчас он Обнесен забором Какое-то время назад Здесь хотели сделать На его базе Музей современного искусства Собственно Тот же самый Который был В здании Речного вокзала В Перми Галерея Марата Гельмана Еще она называется Или Перми Ну вот посмотрим Что осталось Сейчас Грустная картина Конечно Полнейшее Вообще Запустение Так все это Выглядит сейчас Но как вы понимаете Ни на какую Реставрацию В ближайшее время Скорее всего Надеяться Не приходится Вот там Вот на Выцветшем баннере Закрывающем Один из фасадов Нарисовано Как это выглядело Раньше И вот собственно Как это выглядит Сейчас Я не знаю Проведились ли здесь Какие-то Консервационные работы Но что-то Не очень заметно Зеленого забора Зачастую достаточно Это как раз таки Все находится У той самой Надписи Тверь Зеленого цвета Сливающегося С ландшафтом Которого я уже Говорил На другом берегу Еще одна панорама Мост через реку Тверца Как раз В месте В падении В Волгу Здесь такой вот Яхт-клуб И в качестве Доминанта Видите там То что называется В простонародье Рюмкой Мы туда еще подойдем Я вам расскажу Что это Сейчас переберемся На другую сторону Тут монастырь Я вам его покажу И будем возвращаться Поскольку У этой части За Тверечной Предположим Она так называется Особто Ничего И нет Тут начинается Уже такой Частный сектор И прочее Посмотрим Я всегда Питал слабости В путешествиях К разнообразным Монастырским штукам Поглядим и тут Ха Я был прав За Тверецкая набережная Значит мы За Тверечье За Тверечье Еще одна улица С поэтичным названием Новая Заря Вот она какая Но это И наличники Резные Красотища Такого как Пластиковая А вот собственно И он Святый Екатерининский Женский монастырь Существуют здесь Церковные Учреждения Еще С 17 века Но вообще Самая большая Главная Церковь Была отстроена Как раз таки После того самого Пожара И названа В честь Великомученицы Екатерины И сразу же Отсюда Можно Выйти К набережной Волги Так вот Приятно Стоит Этот монастырь Но внутрь Чему-то Не пускают Может у них Все еще Продолжаются Разнообразные Эти вот Ваши Ограничения Как раз он стоит Как раз он стоит На мысу Пессимистичные Прогнозы Внезапно Перемещаемся К торговому центру Олимп Чуть дальше От того места Где я закончил У меня ушло Полтора часа На поиски Общественной Уборной Я нашел Только торговый центр Это ребята Большая Большая Беда Для города Который хочет Туристов Ну что-то же Должно быть А пока что Пойдем Продолжим Вторую часть Нашего Путешествия По Твери На улице Жигарева Дом 5 Вот что я наблюдаю Музей Козла И неспроста Ведь Когда-то Тверь славилась Своими козами Из которых делали Сапоги К царскому двору Если вы знаете О таком понятии Как Сафьян То вам должно быть Это знакомо Сафьяновые сапожки Это сапожки Именно Из этого Самого Козла А мы пока что Пойдем Вот туда Чуть подаль От музея И выйдем на местный Арбат Улицу Трехсвятскую Посмотрим Как там все Обустроено Ведь это же Черт возьми Должно быть В каждом Уважающем себя Городе Всегда Когда я прохожу По таким вот Местным Арбатам Я вспоминаю Брянск С его Не так давно Обустроенным Пешеходным Бульваром Гагарином Но там Совершенно Неудачно Получилось Неинтересно Вот эти вот Магазины Трикотаж У тети Клавы Здесь все Выглядит Чуть поживее Все таки Во первых Здесь сохранилась Конечно Историческая Настройка Пусть конечно Все Отвратительно Изуродовано Совершенно Нелепейшими Вывесками Но это вопрос Уже К некой Идеи Дизайн кода Но выглядит Вот это Крайне Ворвиглазно Так не должно быть А в целом Да Архитектура Здесь Уместно Какие-то даже Деревца Высажены Скамеечки Везде Наконец-то Смотрите Скамейки Деревянные С рейками И отверстиями Чтобы вода Не скапливалась Молодцы Догадались А ведь не так Сложно Было это сделать Еще одно местечко Которым я читал Центр современной Культуры Рельсы Ну Как вы понимаете Это такой Креативный кластер Выставки И прочие Интересности Можно Зайти Если есть время Если там что-то Происходит Разузнать Ну что Оживленная Хорошая улица Мне нравится Единственное Что меня всегда Смущает Когда Пешеходные улицы Пересекают Дороги С автомобильным Движением Причем через каждые 50 метров Это не очень хорошо Но вот как есть Хотя бы сделали Нерегулируемые Пешеходные переходы И то неплохо На бульваре Радищева Стоит всем известный Памятник Это памятник Михаилу Кругу Не так давно Относительно Здесь появившийся Как видите Он пользуется Популярностью Поэтому я не могу Сфотографировать его В одиночку Без людей Когда его устанавливали Естественно Некая интеллигенция Взразила Мол Ну как же так Блатные истории Все дела А я вот считаю Что правильно Да хороший памятник Да надо Такие памятники Устанавливать Если они Привлекают Людей Если люди Фотографируются С этим Гораздо больше Чем с каким-нибудь Непонятным Лениным Это живая История Настоящая Это Наверное здорово Несмотря Несмотря На то Какой посыл Был У музыки Михаила Круга Я обсуждать Это естественно Не буду Еще помнится Мне лет 7 назад На этом бульваре Стояли такие Задорные Щиты На которых было написано Мол Место Свободное От алкоголя Поскольку молодость У меня была Достаточно бурная Прямо от этого счета Нас и забрали В полицию Я вот кстати Дважды Приезжал в Тверь Для того Чтобы выступать В годы своей Комсомольской юности Мы там Стишки читали Книжечки Издавали И все такое Кто меня знает Тот знает об этом И оба раза Мы Собственно Уезжали В отделение И Приходили только К началу Мероприятия Во второй раз Вообще было чудо Когда мы Купили спирта Развели его с водой Разлили по Бутылкам Закупорили И У нас было Два чемодана Самодельной водки В полицию Очень удивились Долго не хотели Нас отпускать Но все таки Мероприятие Практически Состоялось Ну и конечно Куда в этой стране Без памятника Ленину На советской Улице Вот здесь Для верности Еще приписали Ленин Чтобы никто Не перепутал Как раз Выходя С Трехсвятской Пешеходной Вы Попадаете К нему А когда-то Кстати Трехсвятская улица Вела В загородную Резиденцию Главы местной церкви Ферского патриарха А сейчас Вот как От Ленина К ТЦ Пошли какие-то Казенные здания На почте На почте России Такой Чудной Спутник Планеты Земля И Вот еще что Показать-то Вам стоит Здесь и стела Монумент Воинской Славы И скажу я вам Что это же Штамповка Поскольку Точно такой же Монумент Воинской Славы Установлен В разных Прочих Других Городах В частности Такая же Стелла Стоит К примеру В Выборге Может быть Они отличаются Какими-то Отдельными Конструктивными Особенностями Но Общая суть Их Сохраняется Вот тут Кстати Неподалеку От музея Салтыкова-Щедрина И Кажется Улица Этого самого Салтыкова-Щедрина Вы Скажете Ну Писатель Хорошо Там А между прочим Это сам писатель Салтыков-Щедрин Два года Пробовал здесь К вице-губернаторам Серьезные люди Нас окружают Здесь На пересечении Крылова И Салтыкова-Щедрина Стоит Вот такое Чудное здание Говорят Похоже на Ласточкино гнездо Что в Крыму Но Построено оно было На добрый На добрых Несколько десятков лет Раньше Чем Ласточкино гнездо Поэтому копировать Его никак не могло Скорее всего Это просто Что-то Западноевропейское Аваевское Богодельня Изначально было Использовано Как Какой-то Помещичий дом После чего Хозяйке этот дом Надоел И Город На деньги купца Аваева Выкупил Это Чудесное здание И устроил Здесь Богодельню Что удивительно А удивительно То Что Улица Крылова Это Бывшая улица Секретарская И здесь находились Различные Присутственные Учреждения Такие вот дела Но сейчас Как вы видите Оно Тоже находится В состоянии Упадка Вроде как У него есть собственник И сейчас При попытке Немного Поснимать Вышел человек Стал очень так Недобро На меня смотреть Но в общем Суть вы уловили Естественно В советские годы Здесь был И кабак С номерами И склад И хранилище Чего только можно И нельзя И коммуналки Ну а вот Теперь стоит Оно Никому не нужно И не факт Что будет Когда-то отреставрировано Но раз владелец Есть То может быть Кстати Вот согласно Информационному счету Написано Что к концу Следующего года Все реставрационные работы Будут окончены Ну посмотрим Узнаем Если я не забуду об этом Я обязательно Поинтересуюсь Что случилось С этим зданием Ну или вы мне В конце следующего года Жители Твери Напишите Архитекторы Решили С текстурами Поиграться Ах да Я понял Про Стеллу Это же Стелла Городам Героям Воинской славы Точно И Выборг Город Воинской славы Тоже Возможно Во всех городах Воинской славы Ставят Подобные Обелиски Если Вы живете В таком городе И я у вас Еще не был Вы мне Черканите Пару срок Под этим видео Что у вас Тоже есть Такой вот Памятный стол Еще что-то чудное Похожее На воднопорную Башню Или что-то Подобное Ведущая Совсем уж Какие-то Ручебные Улочки А мы пока Продолжаем Идти По Советской Но тут прям Старая-старая Тверь такая Я не могу Сказать Травится мне Все это Или нет У меня Пока что Не сложилось Какого-то Единого Мнения Тут прям Островок Духовности Католический Костел Посмотрите Какая Чудная Мечеть Сейчас она Видимо Подновляется А открыта Она была Еще между прочим При царе В 1901 году Потому что В то время В Твери Проживало Около Трех сотен Мусульман В советское Время Здесь кстати Было Кафе Называлось Восток Что Неудивительно Учитывая Что это Было За Строение По назначению Но Потом Опять же Отдали Это все Мусульманам Теперь Мечеть Действует И сейчас Видимо Силами Общины Происходит Реставрация Сейчас Мы пойдем От мечети К тому Самому Адскому Зданию Которое Сходит В десяток Самых Неудачных Некрасивых Ужасных Зданий В России Таких вот Прям Ужасных Архитектурных Решений Я сейчас Вам покажу Близко И если Вы со мной Согласны То вы Молодцы А если Вы со мной Не согласны То езжайте Жить В Мурино Вот он Архитектурный Шедевр Рюмка Называется Пытались Построить Московской Олимпиаде Еще Под гостиницу А не вышло Все Не успели Здание Стояло Замороженное Какое-то Время Ну А потом Уже В 2013 Году Все-таки Его Доделали Толком И Обустроили Здесь Бизнес Центр Сверху Естественно Есть Петровая Площадка Я абсолютно Уверен Что там Есть Какой-нибудь Дурацкий Необоснованно Дорогой Ресторан Но может Нет Я Не в курсе Просто Посмотрите На Это Чудо Инженерной Мысли В Москве В свое время Любили Такую Фигню Строить Стекляшки Вот Питер Тоже Не обошло Этой Страной Там Есть Торговый Комплекс Москва Гостиница Москва Тоже Выглядит Ужасно Ну и Конечно же Вспоминается Калининградский Дом Советов Который Дом Робот Ну и Учитывая Вот эту Угловатую Форму Внизу Конечно же Библиотека В Беларуси На которую Всем миром Как говорится Собирали В общем Вот Не надо Так строить Никогда Чтобы определить Архитектурный Стиль Нам нужно Как-то Совместить Слова Конструктивизм И евроремонт Если сможете Честь вам и хвала Но возможно Уже Какие-то другие Оскорбительные Названия Для подобной Архитектуры Существуют Потихоньку Закругляем Наш поход На сегодня Многое Я вам уже Показал Вот она Волга Рядом с мечетью Набережная Степана Разина Здесь она уже Не такая красивая Но можете Посмотреть На другой берег Как Прекрасно Дома Фасадами Отреставрированными Свеженькими Ну либо Построенными Смотрят на нас Здесь уже все Менее туристично В общем-то Да Пусть и галопом Но мы Пробежали Сегодня По центру Около этого Сосредоточения Интересных мест Условный старый город Набережная С двух сторон Да Здесь есть еще Что показать Это я покажу вам уже В другом выпуске Про Тверь Я покажу Места Наверное Менее туристичные Мы Прогуляемся В какие-то Отдаленные районы Вот А пока что Я здесь Вот такая вот она Тверь Где-то разваливается Где-то Реставрируется Где-то Как у меня за спиной Закладной камень Для памятника Гумилеву Здесь еще Что-то обещается Строительство Часовни Ну что-то Часовни Вот я Пока что Не вижу Может будет Может так и останется Тяжелым Камнем Лежать На совести Тех людей Которые не смогли Довести это до конца Смотрите Какая Прекрасная Но Увидающая Красота И вот Главный вопрос У меня по Твери Я не понимаю В какую сторону Она движется В сторону Реставрации И развития Или наоборот В сторону Вот такого Обвершания Когда мы Смотрим На город Да вот С одной точки Как я сейчас Здесь Вот в случайный день Абсолютно Очень сложно Определить Что на самом деле Какой процесс Происходит То есть я вижу Какие-то Новоотреставрированные Места Но Помимо этого Вижу какие-то Абсолютно Безумно Заброшенные Я не могу Сделать вывод Поскольку Я не могу Наблюдать Все это В более-менее Продолжительной Динамике Что-то Может быть В этом Есть Но на Некоторые Вещи Когда падает Глаз Становится Немного Грустно Ну что Ребят Неплохо Для первого дня Задорная Прогулочка Получилась Поэтому Что Я иду Пить пиво И праздновать Это Дело Черт возьми Надеюсь На ваши Отзывы Ваши Комментарии Положительные Отрицательные В любом случае Не оставляйте Без внимания Подписывайтесь На мой канал Подписывайтесь На контакт На инстаграм Жмите на колокольчик Где-то он должен быть Здесь Чтобы получать Уведомления О новых видео Увидимся В новом выпуске Отвери Пока-пока